Несколько недель назад я молился и сказал, «Господь, это все намного выше моих сил. Я больше уже не могу выносить это. Слишком много штормов, слишком много проблем. Иногда, возможно, вы проходите через свои бури и трудности. Жизненные штормы могут быть разными. Возможно, это проблемы в вашем браке. Возможно, у вас проблемы со здоровьем. Может быть, у вас проблемы с вашими детьми. Особенно, если у вас дети подросткового возраста. Проблемы могут быть в любой сфере жизни. Но Библия нам дает практическое руководство. Я прибежал к Иисусу и сказал, «Господь, для меня это слишком много бурь и проблем. Господь, я теряю силы, что мне делать?» Господь дает нам руководство к действию. Он сказал, «Возьми мое слово. Возьми это сосредоточение истины. Возьми этот компас, указывающий путь в жизни. Это справочник. Инструкция к жизни. Иди и посмотри, что я хочу сказать тебе». Он повел меня в послание евреям, главу 4. Он сказал, «Евреям 4 — это ответ. Евреям 4 — это ответ. Как оставаться спокойным посреди бури?» В Евреям 4 Божье Слово говорит о покое для Божьего народа. Четвертая глава евреям, 1, 2 и 3 стихи. «Будем опасаться, чтобы не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы, Слово слышанное, нерастворенное верою, слышавших». У вас есть слайд? Третий стих. «А входим в покой мы уверовшие, так как Он сказал». А Бог сказал следующее. «Не совершайте ошибок, как делали поколения до вас». Они слышали Слово Бога, но не приняли Его верой. Но вы, вы созданы из другого материала. Мы не являемся просто слушателями Слова. Мы поступаем по Слову Божьему. Мы идем по стопам Иисуса. Мы принимаем Божье Слово. Хватаемся за Него. Божье обетование звучит так. «Если вы в Иисусе, то Иисус в вас». Вам нужно войти в покой. Есть несколько видов покоя. Это может быть шаббат, суббота, один день в неделю. Когда вы стараетесь стать ближе к Богу. Также речь может идти о дне, когда мы как верующие. Покинем эту планету и пребудем в Божьем покое вечности. Но Библия говорит нам, что даже посреди самого сильного жизненного шторма есть возможность оставаться в Божьем покое. «Если мы с вами будем послушны и погрузимся глубже в Божью реку, как это сделал Иезекииль, то начнет происходить нечто сверхъестественное. Что-то начнет происходить между вами и Богом. Божье Слово начнет открывать себя вам». В 12 стихе мы читаем Божье обетование, «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча, обоюдо острого. Оно проникнет до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Итак, какие бы вы жизненные трудности не проходили, всегда в первую очередь обращайтесь к Иисусу, а не к вашему пастору. Затем мы погружаемся глубже в Него. Чем больше времени мы проводим с Ним, тем больше Его в нас. Божье Слово, вдохновленное Святым Духом, начинает открываться в нас. Если мы изучаем Писание, мы видим, какой силой оно обладает. В первой главе послания евреям сказано, что Бог держит все словом силы Своей. «Знаете, с момента, как Бог произнес Слово?» Вселенная расширяется со скоростью около 74 километров в секунду. Это почти 266 тысяч километров в час. Огромная скорость. Ученые говорят, что примерная ширина Вселенной составляет несколько миллиардов световых лет километров. А Бог говорит, «Я измеряю творение Своей рукой». Вот насколько Он большой. Вот насколько Он огромен. Я думаю, поэтому Он говорит, «Иметь маленькую веру — это такой же грех, как ложь или воровство. Потому что этим мы принижаем Бога. Но Он есть сущий, Творец всего. Он повелел. И свершилось. Он запретил. И прекратилось. Это Он сказал хромому, «Встать и ходи». Он начал ходить. То, что умирало, Он возвращает к жизни. Вот какой наш Бог. Божье Слово такое же точное, как инструмент хирурга, как скальпель или нож, которым Он оперирует. Отлично. Вы знаете, что посреди всех этих жизненных штормов у меня не было никакого другого выбора, кроме как предать себя в руки Бога. «Иначе я бы уже давно выгорел». Ушел на дно и опустил руки. Иногда я представляю, что я как дедушка Скрудж Макдак из Диснея, как он нырял и купался в море золотых монет, так и я ныряю, погружаясь в золото драгоценного Божьего Слова. Я обнаружил то, что, как оказалось, многие уже обнаружили раньше меня. «Все в Ветхом Завете сосредоточено на Иисусе и говорит о Нем, даже в перечислении имен. Я очень нетерпеливый человек. Обычно я пропускаю такие места и читаю дальше. Но однажды я все-таки решил не перепрыгивать эти стихи. В пятой главе «Бытия» я прочитал родословную человека. Адам значит «человек». Сиф значит «предназначенный». Енос значит «смертный». Каинан значит «предназначенный на горесть». Малилиил значит «тот, кто благословлен Богом». Иерет значит «сошедший» или «сходить вниз». Иенах значит «провозглашать». Мафусал значит «его смерть принесет». Ламех означает «отчаиваться». Ной значит «отдыхать» и «приносить покой». Итак, если взять библейские имена из контекста и расположить по порядку, то в пятой главе «Бытия» Писания говорит, «Человек предназначен на горесть и смертность». Но тот, кто благословлен Богом, сошел вниз, чтобы провозглашать, что его смерть принесет покой отчаявшимся. Это потрясающе. Это поразило меня до глубины души. Так продолжать можно очень долго. Я дам вам еще один пример, и мы продолжим. Возьмем «12 сыновей Иакова». Поищите в интернете значение имен сыновей Иакова. Значение их имен в итоге сложится в такой текст. Вы увидите сына. Бог услышал. Он посылает того, кто верен. Слава Богу! Бог есть судье. Он сражается за вас. Он дает свое благословение и руководство. Благословенный Божий трудится не напрасно. Он прибудет с вами какое-то время. С Ним вы забудете о страданиях и принесете двойной плод. Он сын, сидящий по правую руку. Он сын радости. Аллилуйя! И это всего лишь несколько драгоценностей, которые можно найти в Библии. Например, еще тысячи лет назад Иов упоминал то, что современные ученые начинают выяснять только сейчас. Три тысячи лет назад Иов написал, что Земля подвешена в вакууме во Вселенной. Это было тогда, когда индусы все еще думали, что мир — это некая плоскость, которая покоится на спинах трех огромных слонов. А эти слоны, в свою очередь, стоят на спине гигантской черепахи. Это было в то время, когда Исаия сказал, что мир круглый. Это было время, когда царь Соломон писал свою книгу мудрости и объяснил, как функционируют ветра на земле. Например, в книге Иова сказано, что начало человеческого существа подобно комку шерсти. Но в 19 веке ученые все еще полагали, что человеческий эмбрион — это просто крохотный мальчик или крохотная девочка. Ребенок медленно растет в размере в утробе матери и через девять месяцев появляется на свет. Как Иов мог знать без микроскопа, как жизнь начинает развиваться в утробе матери, если бы живой Бог не открыл ему этого? Если мы находимся под давлением, то мы прибегаем к помощи живого Божьего Слова, которое знает все и которое содержит ответы на все важные вопросы. Если мы так делаем, то нам доступно следующее Божье обетование. Евреям 4,16. «Посему да приступаем с дерзновением и престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Итак, Божье обетование для нас можно понять так. Если приходят жизненные трудности и сотрясает вашу жизнь, если внешнее давление становится слишком сильным, обращайтесь к главному адресу, данному вам, идите и копайте глубоко в Божьем Слове. Войдите в состояние покоя, не спешите, дайте себе столько времени, сколько нужно, полчаса, час, может быть два. И когда вы успокоитесь в Боге, в вас начнет происходить сверхъестественное откровение Божьего Слова. Божье обетование говорит, «Моей благодати и помощи всегда достаточно». Моя помощь не задержится, я не опаздываю. Если я делюсь с вами чем-то, то я рассказываю свое личное свидетельство, то, что я сам пережил, сам проверил, правда ли это. И я могу сказать, что это действительно правда. В прошлом я был пастором в церкви в городе Сан-Морис в горах. Однажды мне позвонила женщина. Она рыдала в трубку и сказала, что у нее большая проблема. Ее тринадцатилетний сын хотел покончить жизнь самоубийством и выпил яд. Он потерял сознание, и его увезли на скорой в больницу. Врач в больнице сказал, что мальчик может умереть в ближайшие два часа. И она спросила меня, что мне надо делать, и продолжила плакать. Я был рад, что она продолжила плакать, потому что я не знал, что ей ответить. И я испытал огромное давление. И под этим давлением я молился. Господи, что мне ей ответить? После десяти минут моих попыток войти в состояние покоя, я услышал, как Господь спросил меня, что произошло с этим мальчиком, когда ему было девять лет. Я ответил, «Я в таком стрессе. Я не помню, что было вчера. Как я могу знать, что произошло, когда ему было девять лет?» Я молился, слушал, и, наконец, я вспомнил, что, когда ему было девять лет, я привел его ко Христу. Я даже крестил его, и Господь ответил, «Да, правильно!» И что происходит, когда человек отдает свою жизнь мне? Он сказал, «Прочитай Евангелие от Марка, 16 главу». Я был в таком сильном стрессе, что не помнил, что было написано в 16 главе от Марка. В итоге я взял Библию и прочитал Марка 16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить иными языками, будут брать змей, и если что-то смертоносное выпьет, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Я сказал матери, что у нас есть ответ, у нас есть Божье обетование, еще не слишком поздно, Божьей благодати достаточно. Нам нужно оживить это Слово Бога в своих сердцах. Где-то 10 или 15 минут мы прославляли Бога по телефону и провозглашали истину Божьего Слова из Марка 16.16. Несколько часов спустя позвонил врач и сказал, что мальчик вне опасности, что с ним все в порядке. А через неделю он уже вернулся на учебу в школу. Я буду уже заканчивать. Я хочу, чтобы вы знали, что это истина, знали, насколько сильно Божье Слово. В Писании сказано, что оно как молот, дробящий камень. Бог говорит, «Мое Слово есть огонь поедающий». Но вы должны верить в это всем сердцем. Примите Слово и держитесь за Него. стойте в вере, а потом начинайте произносить Слово. Всякое Слово, исходящее от Бога, не возвращается к Нему тщетным, но оно исполняет то, для чего оно было послано. Оно острее меча обоюдоострова. У меня есть дядя, ему 85 лет, я молился за него 35 лет. В детстве он подвергался религиозному насилию. Поэтому, когда я пытался рассказывать ему Евангелие, у него всегда была очень агрессивная реакция. Он был бизнесменом. Он заработал много денег и потерял много денег. У него не было одной постоянной подруги. я думаю, в каждой стране у него было по несколько подруг. И вот у него диагностировали рак. Ему 85 лет. И я молился Богу и сказал, «Господи, врачи говорят, что он уже может умереть через пару дней». Я не могу представить, что значит для человека закрыть глаза на этой земле и открыть их в вечности и осознать, что он потерян, что он предстал перед Богом, своим Творцом. Что значит признать, «Я никогда не верил в тебя». И лишиться славной вечности я даже не могу передать, что я тогда переживал. Я сказал, «Иисус, что я могу сделать?» И он ответил, «Делай то, о чем ты проповедовал в последние две недели. Ходи в моем покое. Войди в состояние покоя. Не беспокойся, не нервничай. И в покое изучай мое слово. Я был у себя в комнате. Два часа я просто молился, славил Бога и слушал. Через два часа Бог сказал, «Откровение, 3 глава, 4 стих, Он сказал, «Есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих. есть те, чьи имена я запишу в книгу жизни. Есть те, за кого я буду стоять перед отцом и ангелами и провозглашать, что они мои. Я понял тогда, что это слово для моего дяди. На тот момент это было не констатацией факта, а обещанием. И я прославил Бога за это обещание. На следующий день, в пасхальное воскресенье, я навестил своего дядю. И в первый раз за 35 лет Он был открыт для принятия Евангелия. Он принял Иисуса своим Господом и Спасителем. А потом на улице Его 82-летняя подруга открыла свое сердце и тоже приняла Иисуса. Дальше произошло еще большее чудо для меня. Я молился за своего отца в те же 35 лет. Я никогда не знал точно, верит он или нет. И вот он звонит мне на следующий день и говорит, «Сын, я так благодарен тебе. Теперь я знаю, куда пойдет мой брат. Теперь я знаю, что мой брат спасен. Я так боялся, что он был потерян, но теперь он спасен. Я благодарю тебя, сынок, за слово, которое ты принес ему». А я ответил, «А я благодарю тебя, папа, за возможность поделиться с ним благой вестью». Братья и сестры, я хочу вдохновить вас. Нет такого шторма, который мог бы противостоять Божьему Слову. Нет такого шторма, что мог бы противостоять великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Мы делаем свою чалую часть. Мы послушны. Мы не просто слушаем Слово, но читаем и принимаем его верой. Мы храним открытое нам Слово в своих сердцах и говорим, «Обетование истинно». Твоя помощь и благодать не опоздают. Я благословляю вас углубиться в Слово, как дядюшка Цкрудж. ныряйте в сокровища, которые Бог дал нам. Давайте закроем глаза и помолимся. Отец, мы так благодарны за Твое Слово. Возможно, здесь, в зале или среди тех, кто смотрит нас онлайн, есть люди, которые не знают тебя лично. Библия Божье Слово говорит, верьте, что Иисус Сын Божий. Верьте, что Он умер и воскрес из мертвых. Верьте, что Он умер за ваши грехи. Попросите Его войти в вашу жизнь. Попросите Его записать ваше имя в книге жизни. Попросите Его наполнить вас духом жизни. И попросите Его использовать вас как мощный инструмент славы в Его руках. Во имя Иисуса. Аминь. Во имя Иисуса. Аминь. Во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны. Иисуса. Аминь. 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 Продолжение следует...